Это Первый городской. Здравствуйте! О главных событиях этого дня готовы рассказать наши корреспонденты. Как всегда, только актуальная и важная информация далее. В студии работает Наталья Болдинская. Смотрите в выпуске. Глава нацполиции Украины Хатия Деканаидзе подала в отставку. А теперь, получается, уход Деканаидзе открывает возможности для Саакашвили, критики, в общем-то, Авакова. Холодные батареи. Жители многоэтажки по улице Лесового устали замерзать в своих квартирах. В теплоцентрале говорят, все нормально. Я сильно болеть стала. Признался всадеянным. Мужчина зарезал племянника во время пьянки. Было найдено тело человека 79-го року народжения. Подробности этих и других событий прямо сейчас. Глава нацполиции Украины Хатия Деканаидзе подала в отставку. Об этом стало известно днем 14 ноября. Высокий пост она занимала ровно год. До этого была советником главы МВД Арсена Авакова. Хатия Деканаидзе руководила запуском новой полиции в Украине, в том числе и патрульной. Она отметила, благодаря переаттестации правоохранителей удалось очистить систему от коррумпированных кадров. Впервые в истории правоохранительных органов мы провели тотальную переаттестацию сотрудников. Этот процесс многие критиковали, многие из вас критиковали. Но он был совершенным то, и тогда я сейчас убеждена, что другого способа очистить систему у нас не было. По сути, аттестация стала первым шагом к обществу и открытой оценке деятельности государственных органов. Перед уходом Деканаидзе объявила о запуске 1 декабря проекта детектива в Киевской области. Новая система предполагает проведение конкурсных отборов следователей, участковых и оперативных сотрудников из числа простых граждан. Теперь временно исполняющим обязанности главы нацполиции Украины будет заместитель Деканаидзе Вадим Троян. Отмечу, Хатия Деканаидзе приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии. Бывший президент также подал в отставку с поста губернатора Одесской области. О своем уходе заявила и глава Одесской таможни Юлия Марушевская. Основной причиной Марушевская назвала нежелание правительства способствовать реформам и постоянные препятствия, создаваемые руководством государственной фискальной службы. Эксперты говорят, такой уход команды Михаила Саакашвили – показатель того, что они стараются консолидироваться в создании оппозиционного проекта. Теперь у Саакашвили будут развязаны руки, потому что теперь Деканаидзе, которая достаточно близка к Саакашвили, не будет тут выполнять роль, скажем так, той сакральной жертвой, которую ей готовил Аваков. Потому что теперь, получается, Аваков придется за все отвечать, а не Деканаидзе. Потому что Аваков все-таки, скорее, он рассматривал Деканаидзе как такую возможность, в случае чего, отправить ее в отставку и сказать, что вот кто провалил там ключевые изменения. Ну, Деканаидзе, конечно, да. Кто виноват в возрастании преступности? Деканаидзе, ну и так далее. А теперь, получается, уход Деканаидзе открывает возможности для Саакашвили критики, в общем-то, Авакова. Сомнительный тендер. СБУ и государственная фискальная служба проверяют тендер по замене окон в Международном аэропорту Кривого Рога. Уже начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту противоправной деятельности должностных лиц Донецкой фирмы «Новое окно». Помимо этого, проверят членов конкурсных комитетов Криворожского горсовета, которые проводили тендер. Напомню, несколько месяцев назад местные активисты обратились в Центр противодействия коррупции с просьбой оспорить тендер по замене окон и дверей в аэропорту Кривого Рога. Общественники предполагают, условия тендера были прописаны под конкретную донецкую фирму с сомнительными юридическими связями, а именно новые окна. Компания планировала заменить окна и двери на стеклопакеты в здании Криворожского аэропорта почти на 3,5 миллиона гривен. Конкурентом предприятия оказалась только одна фирма – «Лидер Инженеринг», которой всего 11 месяцев отроду. Отмечу, Криворожский международный аэропорт – это коммунальное предприятие, которое подчиняется горсовету. Тендеры по замене окон за деньги из местного бюджета провели накануне 1 августа, то есть до перехода на систему электронных торгов «Прозорро» по старой схеме закупок. Холодные батареи. Жителям многоэтажки по улице Лесового надоело замерзать в своей же квартире. Уже 20 лет отопительный сезон не начинается без жалоб во все инстанции. Тепло приходит по-разному. Может, в начале декабря, а бывает и в середине февраля. Бороться с этим жители устали, ведь за холодные батареи приходится платить, как за горячие. Почему в квартире нет тепла, и что говорят ответственные за это люди, знает Галина Гонзенко. Вот наши кастрюльки, которые отдают тепло. Мы берем из бака кипящую воду, наливаем бак до высокой температуры, наливаем. Как только кастрюльки остыли, мы выливаем эту воду, наливаем опять кипяток. И так в этой комнате температуру можно повысить на 4-5 градусов выше. Такой новый метод обогрева открыла для себя семья Олениченко. Спальня маленькая, поэтому кастрюли приходятся в пору. В соседних комнатах используют обогреватель и кондиционер. Температура в квартире колеблется от 12 до 15 градусов. А когда на улице мороз, становится еще холоднее. Я сильно болеть стала. Вот последние 4 года иммунитет слабый. И в это время, когда начинается отопительный сезон, у меня дикий страх. Постоянно говорим об одной проблеме – о холодных батареях. Теплоцентраль же интерпретирует наши заявления и говорят о температуре в квартире. Но семья жалуется не из-за вредности. У хозяина квартиры страшная болезнь – опухоль головного мозга. Ее заморозили, и теперь следить за здоровьем нужно с особым вниманием. Поэтому дома тоже должно быть тепло. Ну, потому что начинает морозить и практически, ну, как говорится, обостряется заболевание. Ну, просто в состоянии такое, что лежать надо. Комиссия приходит в эту квартиру уже не один год подряд. На этот раз съемочная группа Первого городского проверила температуру в одной из комнат до появления представителей теплоцентрали. Столбик термометра едва ли доходил до отметки 18 градусов. Но как только представители теплоцентрали и житлосервис КР вошли в квартиру, термометр показал 21 градус тепла. Инспекторы пощупали батареи руками, походили с градусником по квартире, но от каких-либо комментариев отказались. Ну, батареи действительно холодные. Еле-еле теплые. Это цирк, когда приходят, замеряют, сразу через стопал, а потом... Это же можно как-то решить? И отменяют меня, что я проветриваю квартиру, на извините. Вы опять не хотите нам отвечать. Виктор, несмотря на слабое здоровье, является управляющим дома. Поэтому все жалобы поступают и лично от него, и от лица всех жителей. Но в теплоцентрале общих жалоб не получали. Конкретно по этому дому жалоб ни за прошлый отопительный сезон, ни за этот отопительный сезон не поступало. Жалуется конкретно этот человек. Причем комиссии выходили сюда неоднократно. И была зафиксирована постоянно одна и та же нормативная температура. Люди все равно планируют добиваться нужной температуры в квартирах. Но так как у них стоит общий домовой счетчик, добиться перерасчет выплат невозможно. Галина Гонзенко, Виктор Зубченко, Первый городской. Балкон в законе. На Ингульце по улице Седнева, 27, новоиспеченный жилец дома пристроил балкон. Все бы ничего, но сосед сверху крайне недоволен таким апгрейдом. Теперь в его квартиру беспрепятственно могут попасть воры. Да и во время непогоды вода подтапливает стену спальни. Недовольный сосед оббил все пороги, но ответа на вопрос, законно ли постройка, так и не получил. Выехала на место событий и помогла разобраться в ситуации наша Инна Даньшина. В 2014 году в дом по адресу Седнева, 27, въехали новые жильцы. По словам соседа сверху, не успев переступить порог квартиры, они затеяли ремонт и снесли вначале несущую межкомнатную стену, а после вовсе подвесили на фасад громоздкий балкон. Я обращался в всевозможные организации, то есть в Уют-2011, который дал ответ, что он не разрешал пристройку данного сооружения. Потом я обращался в райсовет наш Ингулетский, где наш начальник райсовета, Рыжков, написал, что тоже он не разрешал, но якобы посоветовал узаконить эту пристройку. То есть абсурд какой-то. Законом запрещено, а Рыжков посоветовал узаконить. По словам недовольного соседа, при установке сооружения подняли газовую трубу, обеспечивающую голубым топливом всех жильцов. Владельцев балкона дома не оказалось, но мы разыскали хозяйку квартиры на работе. Мы через суд документы все делали. Через суд? И на балкон тоже? Конечно. И как она поняла? Вынесла судебным решением в порядке суда, все вынесло на разрешение, выданы все соответствующие документы. Все разрешающие документы нам показал и владелец квартиры. Оказывается, балкон влетел ему в круглую сумму. За несвоевременное оформление пришлось заплатить штраф более 10 тысяч гривен. Мне нравится, от соседа не нравится, ему затекает вода. С первого на второй, ну не знаю как. Строили все, все с металла. Тяжело там, нема ничего. Он висит. Нема там такого, чтобы... Даже подпорок нету там. С 20 квартир никому не тянет, а ему тянет. Ну, извините меня, мразм. Узаконить узаконили, но разрешение не спросили, говорят юристы. Балкон занимает часть придомовой территории. Поэтому его владелец должен был взять письменное разрешение жильцов подъезда. В 357 статье гражданского кодекса предусмотрено, что собственник жилого помещения в многоквартирном жилом доме имеет право осуществить улучшение, либо же достройки, в том случае, если это не нарушает прав других жильцов. В любом случае, никто не отменяет их право обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов. Для того, чтобы доказать вред конструкции дому, жители должны обратиться к проектным организациям и провести экспертную оценку сооружения. Только после этого они могут подать в суд. Инна Даньшина, Евгений Анистрат, Первый городской. Зарезал племянника во время пьянки. Все произошло около 6 часов вечера в воскресенье в частном секторе Центрального городского района. К полицейским обратились родственники погибшего. Мужчина, которого подозревают в убийстве, позвонил им и рассказал о произошедшем. Но прибывших по вызову правоохранителей пытался обмануть. Сказал, что племянник вышел погулять, а вернулся уже срезанной раной под сердцем. Выдал неправду, окрывавленный нож, который полицейские обнаружили в раковине. Дядя убитого задержали. Ему грозит срок за убийство. Було знайдено тіло чоловіка 79-го року народження. Пізніше було з'ясовано, що до даного громадянина вранці прийшов племянник в гості. Після чого вони пішли до кухні розпивати спиртні напої. В ході цього в них вникла сварка, де потерпілому було нанесено коло торізані поранення в області грудної клітки. Попытка суїцида или умышленного убийства. В понедельник около 7 утра по улиці Содружества местные жители обнаружили на земле возле дома 17-летнюю девушку. Оказалось, она выпала із окна 4-го этажа. Люди сразу вызвали полицію і скорую. У пострадавшей сломан позвоночник. По словам несовершеннолетней, она поссорилась со своим 36-летним сожителем. Села на окно покурить, а мужчина її толкнув. По версії самого сожителя, он в це время находился в другой комнате. Це підтверджає і знакомая пострадавшей. По її словам, мужчина передавав їй ключи. Коли оба вернулись в комнату, девушка вже випала. Участники проїжствия признаються, вони були під воздействием наркотиків. Открыто уголовне производство по поводу нанесення тяжких телесних повреждений. Якщо виновника установят, йому грозит срок от 5 до 8 лет. Сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные действия. Сейчас опрашиваются все очевидцы. Сейчас у нас ведутся следственные действия с ее мужчиной, который с ней жил. А так же проводятся следственные действия с теми людьми, которые непосредственно в это время общались с ней и числа ее друзей. Диабету нет. 14 ноября он отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. В Криумроге официально зарегистрировано 18 тысяч диабетиков. Из них более 4,5 тысяч получают инсулинотерапию. Среди которых числится 110 детей. Для маленьких пациентов в прошлом году украинские разработчики создали мобильное приложение «СуперЯ», которое помогает детям не только правильно питаться, но и не пропускать тренировки. По статистике, диабет считается одним из самых распространенных заболеваний в мире. Неправильное питание, постоянные стрессы и генетика могут стать причинами повышения уровня сахара в крови. Недавно на мировых сайтах появилась хорошая новость о разработанной вакцине. Президент Фонда Победы над диабетом Шакон Рамирес заявил, лечение препаратом длится около года. За время профилактики человек может не только избавиться от повышенного сахара, но и предотвратить негативные последствия болезни, такие как потеря зрения или почечная недостаточность. Информации о том, когда чудодейственная вакцина появится в Украине, пока нет. Если вы больны сахарным диабетом, то поражаются мелкие сосуды всего организма. А самые мелкие сосуды у нас готовы. Состояние сосудистой системы можно оценить только увидев глаз. Поэтому очень важен осмотр глазного дна офтальмолога. Поэтому, пожалуйста, жалобы появились, приходите, болейте сахарным диабетом. Будьте это один раз в год, посидите офтальмолога и создайте сами для себя картину поражения глазного дна и поэтапное лечение. Обычно мы привыкли видеть бабушек завязанием, выпеканием пирогов и готовкой вкусной еды. Но в Кривом Роге пенсионеры не сидят дома, а ходят на репетиции, поют и играют, причем на самом профессиональном уровне. На этих выходных прошел последний этап фестиваля «Колыновы на мысто». Наградили голосистых пенсионеров грамотами и благодарностями и послушали их лучшие песни. Концерт прошел в Центре детского и юношеского творчества «Дружба» в Долгинцевском районе. Побывала на нем и наша съемочная группа. Когда поют, по-настоящему молодеют. На сцене забывают о возрасте и о проблемах. Чувствуют себя на все 20, а иногда и моложе. Коллектив «Залезничных» существует уже 8 лет. За это время выиграли уже много конкурсов и получили немало наград. В 2009 году мы уже поехали в Ялту на фестиваль и заняли там второе место среди вокальных концертов. Потом ездили в сельский район. Был фестиваль сельского фольклора, тоже народно творчество. Мы там спевали 8 номеров, с 8 номеров мы взяли 7 наград. Все они находятся в музее нашей железнодорожной славы в отделении дороги. У большинства участников нет музыкального образования. Для них пение – увлечение, которое дарит вдохновение и воодушевление. Но есть на фестивале и профессиональные музыканты. Евгений Васильевич – один из них. Руководит коллективом из 7 человек с Аксаганского района. Сначала играли репортаж, английский, битлев, биджиз, гарри мор. А позже переключились, кто говорит, мы имели концерт для ветеранов, старики, мои старики спевали песню. П позже мы уже удали репортаж, просто начали нам сказать, что червона колина в фестивале. Значит, мы, соответственно, репортаж украинский взяли для этого. Зрителей собрался полный зал, на всех даже не хватило сидячих мест. Несмотря на то, что концерт длился более трех часов, многие остались до конца. Но выступающие рассказывают, хотелось бы видеть больше молодежи. У нас приймали участь 360, 360 виконавцев было, 145 номеров художних, очень большая и много, так сказать, палитра. Но все это были украинские песни, потому что он у нас присвященный 25-й речнице независимости Украины. Такой фольклорный фестиваль проходит в нашем городе впервые. В России провели три тура отборов и пригласили 48 лучших коллективов на заключительный концерт. Организаторы обещают устраивать подобные конкурсы каждый год. Вероника Лавриненко, Александр Бондаренко, Первый городской. Юрий Вилкул празднует свой день рождения. 14 ноября мэру Кривого Рога исполнилось 67 лет. Он занимает кресло градоначальника уже второй срок подряд. В свое время мэр Вилкул возглавлял Ассоциацию городов Украины, является почетным гражданином Кривого Рога, президентом Академии горных наук Украины. Награжден грамотами Днепропетровской облгосадминистрации, Верховного совета Украины и Кабинета министров. До избрания мэром занимал должность директора Криворожского технического университета. Проиграли дома. 12 ноября на Криворожской ледовой арене сошлись лидеры Украинской хоккейной лиги «Наш Кривбас» и гости из Дружковки «Донбасс». Более тысячи человек пришли поддержать свою команду. Первый период начался невыгоршно для Кривбаса. На перерыв игроки ушли с двумя шайбами. Во второй-третьих хозяева выглядели более активными и начали действовать агрессивно. Но Донбассу удалось забить еще одну шайбу. После Александр Караульщук смог выйти на ворота Донбасса и сократил счет. Третья 20-ти минутка стала самой волнительной частью матча. Ведь гости забили четвертую шайбу. И тогда уже казалось, что Кривбасу не уйти от поражения. Но за пять минут до финального свистка наши спортсмены забили еще две шайбы. Счет 3-4. Кривбас хоть и проиграл в третий раз Донбассу, но доказал, что имеет характер. Следующий матч состоится 16 ноября со столичным «Дженералс». Без поражений не бывает и побед, так что болеем за наших земляков и желаем им вырваться вперед. Таким увидели этот день журналисты Первого городского. Я, Наталья Болдинская, желаю всем хороших новостей. И до встречи на главном телеканале Кривбаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова